Денис Мужуков В день всех влюбленных в филармонии собрались любители рок-н-ролла, послушав пианиста-виртуоза, владеющего самой скоростной техникой исполнения хитов середины прошлого века. Музыку люблю. Первый раз на концерте услышала обофф-бит от своей знакомой, которая очень хвалила. Жду хорошего настроения. Друзья пригласили. Я рада составить свою компанию. Рок-н-ролл это вообще классика. С этого все началось. Конечно, рок-н-ролл это жизнь. Без этого просто нельзя. Редкий случай, когда зрители пускаются в пляс в концертном зале филармонии. И молодые девушки, и мужчины в строгих костюмах. Но удержаться просто невозможно. Эта музыка горячит кровь и не дает спокойно сидеть на месте. Самое время будто повернулось вспять, когда классики рок-н-ролла были живы и молоды. Рассказывают такую историю. Однажды Джерри Льюис, изрядно приняв на грудь, с революбером приехал к особняку Элдиса Пресли. Бегал вокруг, стрелял в воздух, кричал. Эй, выходи сейчас, мы выясним, кто из нас настоящий король рок-н-ролла. Возможно, Элдиса в тот день не было дома, или он просто не захотел общаться со своим коллегой по рок-н-рольному цеху, но он не вышел. Может быть, это и байка, но в репертуаре группы «Увбит» есть композиции и того, и другого. Ну, как говорится, найдите хотя бы одно отличие. Закрыть глаза, не отличишь игру Дениса Мужукова именно от манеры Джерри Льюиса. Собственно, услышав его, американец растрогался и сказал, ты играешь прямо как я в молодости. Но коллектив не боится экспериментов. Группа выступала с Вивальди-оркестром, в состав которого входят классические струнные инструменты. Что тут говорить? Надо услышать просто. Все, кто видели и слышали, были на концерте все довольны. И в зале Чайковского танцевали в проходах от детей, заканчивая 90-летний преклонным возрастом публики. Все возраста абсолютно. Так что... Так что...